Впервые в Северном Казахстане прошел областной конкурс среди учителей коррекционных учреждений. За звание лучшего педагога боролись 13 человек. В подарок для них подготовили дипломы и ценные призы. Ольга Файзулина расскажет подробнее. Знакомство с участниками. 13 лучших учителей коррекционных интернатов выходят на сцену и отвечают на шуточные вопросы. С первых минут конкурса в зале царит теплая атмосфера. Именно такую, говорят учителя, они и создают на своих занятиях. Ученики у них с особыми потребностями. Ирина Герасименко 17 лет работает дефектологом. Говорит, даже небольшие успехи подопечных для нее огромное счастье. За каждым из них совместный труд ребенка и педагога. Мы применяем технологии здоровьезберегающие. Также методики Мантесорья, методику Глабадамана, Флебера, Никитиных. Альтернативные средства для неговорящих, так как дети приходят и не знают буквы, не умеют писать. Мы должны верить, что все получится, понимать их, воспринимать такие, какие они есть, любить их. Учителя коррекционных школ нередко остаются за бортом профессиональных конкурсов. У них свои методики и специфика работы. На первый план они ставят ни знания, а помощь ребятам в социализации. Интеллектуальное состязание для педагогов проходит в нашей области впервые. Состоит оно из четырех этапов. Сама презентация, эссе, портфолио и видеозапись урока. Конкурс портфолио – это очень серьезный этап, потому что здесь должно быть все. И аналитические отчеты, и динамика развития детей, обучения детей. Это какие-то профессиональные достижения. Это представление своего опыта работы в печатных изданиях. Это публикация каких-то методических пособий, представление работы для своих коллег. Каждый участник конкурса получит сертификат «Лучшие дипломы и ценные подарки», главный приз – планшет. Ольга Файзолина, Жултузбек Ермуканов, Новости МТРК.